Каждый автомобиль – это уже история. Но история эта не закончилась. Она продолжается, так как владелец ретро-автомобилей бережно заботится о своих железных конях. Слева от меня находится BMW 326 1939 года. На фирме BMW был уже лимузин четырехдверный, потому что все обычно привыкли к двухдверной, а это четырехдверная. Справа от меня американский производитель – Plymouth Chrysler, четырехдверный, очень большой. Но американцы всегда отличались с большими автомобилями, с большими литражами. А этот автомобиль 1938 года выпуска – трофейный. Его бросили фашисты, когда убегали из Одессы. Вот этот данный автомобиль – Opel Olympia, модель OL38. Является трофейной. Первый хозяин, кавалер Родины Новославы, проездил на ней лет 50. Потом стал сталенький и продал. Вот и вся история автомобиля. Любители ретро-автомобилей говорят, часто машины приходится восстанавливать и реставрировать. Берем, находим машины, восстанавливаем, если они требуют восстановления, реставрации. Если нет, то получается, есть в хорошем состоянии, можно купить, и не надо реставрировать. Да, их в таком состоянии уже и сохраняем. Если требуется реставрация, реставрируем, доводим до ума и тоже эксплуатируем. Кто-то ремонтирует раритетные машины, чтобы продать их. Но для некоторых ценителей ретро-автомобилей коллекционирование таких машин – это хобби. Есть люди, которые понимают красоту машины, а есть, которые переводят сразу в деньги. То есть у каждого своя специфика. Мне они дорогие, ну как детище, вот вы правильно сказали, тяжело продать. Это я не знаю, что должно быть случиться, чтобы ее продать. Есть люди, которые занимаются, непосредственно реставрируют и продают. Это их заработок, работа. Мы, я сын, мои друзья, мы делаем это для себя. Если любоваться таким авто – удовольствие, то передвижение на нем комфортным не назовешь, говорят владельцы машин. Маленький, неудобный, медленный, много ест машина позапрошлого века со всеми вытекающими отсюда последствиями. Увидеть такие машины на улице города можно нечасто. Поэтому эта своеобразная экспозиция вызвала интерес у тех, кто оказался в центре Одессы или специально пришел полюбоваться ретро-автомобилями. Ну вообще достаточно интересно, потому что, ну как минимум, это познавательно. Очень интересно, что БМВ узнается сразу, несмотря на то, что прошло очень много лет. И, ну не знаю, мне очень нравится, ребенку очень нравится. Все представленные на фестивале машины еще на ходу, несмотря на весьма солидный возраст. Однако на дорогах их увидишь нечасто, поскольку, говорят их владельцы, расход топлива в старых моделях куда больше, чем в новых. Изберечь их хочется как можно дольше, отмечают автомобилисты.